Екатерина Бородина закончила в Ростове Южный Федеральный Университет. Получив юридическое образование, начала поиск работы. Мы обратились в центр занятости и нам предложили попробовать здесь. Я пока еще не определилась. Думаю, как смогу, не смогу. Ну, как бы работа не связана с юридическим пока, но опыта никакого нет. Как очень скромному человеку Кате присуще сомневаться. Но это уже напрасно, убеждает ее руководитель фирмы и готовится для новой сотрудницы обустроить рабочее место. В региональном многофункциональном центре, который занимается изготовлением пандусов, установкой тактильной плитки, разметки и противоскользящего покрытия, девушке предложили работу секретаря. Сегодня у нас Катя первый день вышла на работу. Мы хотим, конечно, по ее рекомендации обустроить рабочее место. Наверняка это будет компьютер, наверняка это будет кресло, удобное для нее. Так как по губернаторской программе на сегодняшний день выделяется около 100 тысяч, я думаю, это достаточно для того, чтобы обустроить рабочее место для маломобильного, включая и колясочника, и людей с травмами. За это полугодие в Сочи трудоустроено 24 инвалида. Теперь руководителям учреждений, которые берут на работу маломобильных граждан, выделяется материальная помощь. Много же инвалидов есть, людей с ограниченными возможностями, которые очень хотят работать. Но работодатель по каким-то причинам боится брать их на работу. А мы пытаемся помочь работодателю, чтобы никаких затрат с его стороны, в принципе, кроме заработной платы, не было. Может быть, это будет активизировать, даст толчок нашим работодателям, трудоустроить инвалидов. Сумма субсидий на компенсацию расходов работодателю не должна превышать 100 тысяч. Это деньги из краевого бюджета. Их можно потратить на приобретение, установку и монтаж необходимого оборудования рабочего места инвалида.